Дворы на улице Зелёной – один из самых старых районов города. Домам здесь уже более полувека. Поэтому главная коммунальная проблема, волнующая местных жителей, – это капитальный ремонт зданий. Какие работы будут проведены и в какие сроки, зависит от того, каким способом собственники накапливают средства на капремонт. Вариантов здесь два. Спецсчёт многоквартирного дома в банке или отчисление на счёт регионального оператора капремонта. Если у дома имеется спецсчёт, жители через общее собрание собственников самостоятельно могут принять решение о сроках капремонта и определить нужные им виды работ. Когда фондом капремонта многоквартирного дома распоряжается региональный оператор, он устанавливает и сроки проведения капремонта, а также выбирает исполнителей работ. Эти различия пока понятны не всем зареченцам. Поэтому нередко возникают ситуации, когда жильцы не согласны и со сроками капремонта, и видами предложенных работ. Все необходимые разъяснения по этому поводу жители улицы Зелёной получили от главы города. Жителям всё объяснили, управляющие компании все присутствовали. Рассказали, каким образом поступить, если они не хотят один вид ремонта, а хотят другой вид ремонта. Записали вопросы по срокам выполнения капремонта. Это нужно решать с региональным фондом. Мы этим вопросом займёмся, узнаем сроки, узнаем, можно ли передвигать капремонт. Общение Олега Климанова с горожанами на улице Зелёной продолжило серию неформальных рабочих встреч руководителей муниципалитета с зареченцами. Помимо капремонта местных жителей волнуют традиционные для всего города проблемы благоустройства. Установка лавочек, ремонт внутриквартальных дорог, покос травы, уход за зелёными насаждениями и тому подобное. Нужно сделать детскую площадку, велопарковку, потому что все велосипеды на бельевой площадке стоят. И ещё мы хотели, чтобы в подъезде поменяли почтовые ящики. Да революционные там ящики, это вообще. Вентиляцию ещё можно на крыше почистить, вот у этого дома. Тут забитые просто, находили обследование. И вот сломан ещё вот сам гриб под корень. Кто у нас в 15-м году? Вопросы, не требующие больших финансовых вложений и временных затрат, Олег Климанов поручил выполнить в первую очередь. Более масштабные проблемы, которые нельзя решить быстро, глава города взял под личный контроль. Диана Котлерова, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».